Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет видео о покупках в старом формате, которые вы любите, которые вы запрашиваете. О покупках, которые я совершила исключительно за свой счет. В основном в магазинах масс-маркета. Буквально одна вещь будет с интернетом, но я уверена, что она вам тоже понравится. Вещи в основном будут такими вот базовыми, нужными, те, которые применяются в огромном количестве комплектов. Так что, если вам все это интересно, то продолжайте смотреть. Итак, первая вещь, которую я вам хочу показать, на самом деле будут вещи одинаковые, просто они будут в разных цветах, но начну я с вот такой вот. Это просто серая водолазка, просто обычная серая водолазка. Хорошего качества, очень хорошей ткани, абсолютно бюджетная. Кстати, это замечательная моя находка, я считаю. Это магазин Фонде, я его вообще очень люблю. Скажем так, когда в него заходишь, сразу не совсем понятно, за что его любить, но если поковыряться, в нем есть интересные, нормальные, хорошие базовые вещи, адекватные цены и хорошего качества. То есть, если мы возьмем водолазку, да, то есть, ну, казалось бы, что проще, но эти вещи должны обновляться регулярно. Цвет мне очень понравился. Цвет я вообще сейчас безумно люблю серый. Видите, я сейчас в сером ключном костюме, разумеется, это серая водолазочка, и к нему тоже покупалась, потому что вместе, сами понимаете, я все примерю, комплекты будут потом. Вот, смотрится вместе классно. По ткани, что важно, здесь 80% вискозы, по-моему, 85% и все остальное полиэстер. То есть, сами понимаете, в таких вещах все-таки наличие синтетики, это нормально, ну, в малых количествах, а 80% вискозы, я считаю, что это отличное количество мягкой, приятной ткани, то есть, берешь в руки очень приятная вещь, ну, как может она не сесть, да, цвета там фантастические разные, очень хорошие базовые. Я купила аж три штуки. Я решила, что такую же еще возьму вот в розовом цвете, ну, потому что очень освежает, и хочется каких-то вот интересных и цветов, и сочетаний. Розовый прекрасно сочетается с серым, я вам это все покажу в комплектах. К тому же, как поговаривают на ютубе, следующим трендовым сочетанием в следующем сезоне будет красный и розовый. Красный у меня есть, красный костюм, у меня есть красные брюки. Вот, то есть, розовый смотрится очень хорошо, и я люблю горло. То есть, я жуткая мерзляка, и под всевозможные пальто, с розовым пальто вы тоже комплект все увидите. Вот, классная штука, кстати, я, по-моему, не сказала, стоит, они всего 999 рублей. То есть, абсолютно советую зайти и посмотреть. И, конечно же, и я не удержалась, я купила еще и черную, я вообще стояла на кассе, теребила-теребила в руках, думаю, брать, не брать. Ну, три штуки, сами понимаете, одинаковых подолазочек, свитерочков, да, тоненьких. Вот, но это я стою и думаю, брать не брать, брать не брать. И потом подумала, да, вот моя водолазочка такая вот, которая есть у меня свитерок, она уже, знаете, такие вот, у нее появляются отношения какие-то вот, ну, катышки-некатышки, с катышком я борюсь, я обрезаю все, да. Но, тем не менее, такая вещь, как черная водолазка, я люблю черный цвет, она должна быть всегда свеженькой и аккуратной. Кто боится вообще черного, девчонки, черная вещь обязательно требует макияжа. То есть, если вот мы сейчас возьмем макияж, вот как на мне, да, плюс у меня вот гладко залезанный хвост, да, то черная водолазка, ну, никоим образом, она меня не бледнит, ничего, да, то есть, черная базовая водолазка базового цвета я себе взяла. То есть, вообще, очень нужные вещи, ну, как просто, как по мне. Черная водолазка совершенно необходимая вещь в любом гардеробе, и ей можно дополнить абсолютно любую пару брюк, и всегда все будет смотреться очень хорошо, с собранной прической. Но здесь я решила дополнить брюками с черно-белым принтом и серым пальто. По-моему, все принты вместе перекликаются, вместе смотрятся сдержанно и одновременно ярко. Ну, как по мне, да, то для осени в самый раз. Также еще водолазку я буду применять с юбкой. Это здесь джинсовая юбка, сапожки-батфорты, речь о них пойдет в видео немного далее. Очень я люблю эту обновку. Следующая вещь я что-то не особо помню, показывала я ее или нет. Если показывала, вы уж меня извините. Это будут джинсы, хорошие белые джинсы. То есть классические, они классической длины, никакие не укороченные. Обычные, нормальные, средние посадки. Я их купила после влога в магазин Reserved. Да, кстати, очень даже у них адекватные джинсы. Если мы возьмем белые, да, то они могут быстро приходить в негодность из-за своего цвета. До пятна можно посадить, ну и как-то вот белый цвет может уходить. Поэтому я не вижу вообще необходимости тратиться на белые джинсы, какую-то космическую сумму денег. И я, по-моему, купила девчонки на распродаже в районе тысячи. Они мне обошлись. Очень хорошо тянутся. Я вам, знаете, хочу сказать, они чем-то похожи по качеству на джинсы в Zara. У меня красные джинсы в Zara. Вот. И я взяла себе эти белые. И я совершенно не боюсь белый джинс осенью. Ну, хотя вот летом, это, конечно же, вообще просто мастхед на лето иметь белые джинсы. Но и осенью я их собираюсь носить, потому что классно смотрится с кожей черной, классно смотрится с пальто. И белый-черный, как в сочетании, допустим, с черными ботинками, тоже смотрится очень здорово. Советую зайти в этот магазин. И сейчас я вам покажу еще одну пару из этого же магазина. Я купила себе еще в этом магазине мам джинс. Да, вот такие, как я давно такие искала. То есть они без дырок. Это было для меня очень важно, поскольку эти джинсы мне необходимы для того, чтобы гулять на улице. И ни дырок, ни потертости я не хотела иметь. Хороший цвет, хорошее качество. Это единственный только, наверное, в этих джинсиках сейчас у меня нюанс, что я похудела. Видео, в котором я назвала себе «Пышка», я весила 58 килограммов. Сейчас я вешаю 54 килограмма. То есть, сами понимаете, я с размера практически L перешла в размер S. Эти джинсы я брала где-то в районе 57 килограммов. Соответственно, они мне сейчас большеваты. И вообще большинство одежды, которые у меня сейчас есть, в частности, 90% брюк, они мне все большие, поэтому я раздета. Вот, надо мне себе купить хотя бы темно-синие джинсы где-то неплохие, посоветуйте какой-нибудь магазин бюджетный, поскольку вес у меня сейчас прыгает, не хочу вкладываться в эту вещь. Итак, но тем не менее, джинсы вот эти вот классные. Я буду носить их с какими-нибудь еще, наверное, колготками под низ, поскольку я действительно жуткая мерзляка, а провожу на улице я достаточно большое количество времени. Вот, по посадке сидят они на талии, ну как, у меня уже под ремешок. И вообще комплекты с джинсиками этими я обязательно покажу далее. Приятного просмотра. Как видите, у нас здесь небольшой базовый гардероб получился, поскольку вещи идеально гармонируют друг с другом, и их можно спокойно менять. То есть мы поменяли брюки на белые джинсы и сменили лодочки на ботинки. Соответственно, ходить уже станет более комфортно и удобно. И образ приобрел некоторую свежесть, да, то есть спокойно пальто и джинсы белые прекрасно сочетаются. Здесь я показываю жилет, поскольку очень часто я ходила именно в начале осени, именно так, мне очень нравилось. А сейчас, поскольку уже хочется больше утеплиться, я ношу это розовое пальто, очень я его люблю, и, по-моему, образ получается очень свежим. И, знаете, люди так оборачиваются. Видимо, осенью не особо приемли такие светлые цвета. Все те же комплекты можно заменить и на серую водолазку, абсолютно хорошо смотрится. А здесь я просто привожу пример с кардиганом. Это достаточно старая у меня была покупка. Это был у нас Victoria's Secret. И я вам забыла показать, это пуховик, который мне недавно пришел с Китая. Очень хорошие были о нем отзывы. Я его приобрела раньше, чем была куплена парка. Вот, все классно, все хорошо. Единственный минус, то, что оверсайз, да, немного поддувает. Я вот парку, когда выбирала, все-таки хотела, чтобы был пояс. А так, достаточно неплохая курточка. Ссылочку оставлю внизу в описании в инфобоксе. Итак, следующая покупка, это покупка верхней одежды. У меня появилась замечательная, наконец-то, теплая парка. Спасибо огромное Тимочкину папе за столь замечательный подарок, поскольку всю прошлую зиму я безумно мерзла. Маме с ребенком это вообще делать ни в коем случае нельзя. И у меня вот такая вот парка, черная, очень-очень теплая. Она вот такая вот сзади. Здесь у нее, обратите внимание, вот абсолютно нужная штука. Это такая резинка сзади, которая не позволяет мерзнуть пояснице. Она идет с мехом енота. И, кстати, здесь такая вот, как леска, вставлена в капюшон, для того, чтобы можно было полностью закрыться от мороза и от ветра, от всего на свете. Вот, по фирме это Тенадагус. Вещь, скажем так, абсолютно небюджетная. И я очень рада, что она у меня есть. И, наконец-то, я не буду ножнуть. Этот бренд, насколько нам сказали в магазине, носит полярники. Вот это вот как раз для нас. Вот я мерзну реально, такое чувство, как будто я в Арктике. Вот я покажу, как она на мне смотрится. Для комплектации с этой паркой я еще хочу ботинки типа Timberland. И как раз таки буду носить вот с этим вот моим джинсом и водолазочкой. Сейчас я вам буду показывать свою единственную, наверное, всего видео покупку через интернет. Покупку с Китая. Я, наверное, уже оскорбила на покупке с Китая. Но, тем не менее, вот эта покупка. Плюс у меня еще идут мои личные пара посылочек, которые вот-вот уже придут. Скоро тоже будет новое видео. Чутки, наконец-то я себе купила ботфорты. Боже, я прям не нарадуюсь. Купила их, разумеется, я за свой счет, как обычный покупатель. Ботфорты черные. Если кто-то следит за моим каналом, вы уже знаете, что у меня есть серые ботфорты на каблуке. И бордовые. Они мне очень нравятся. Но, тем не менее, знаете, в обычной жизни, особенно если я там бегу в садик, либо в супермаркет, все-таки в большом городе необходимо обувь иметь без каблука. Ввиду того, что мне сейчас очень нравится носить платье. Вот. То черные ботфорты без каблука мне были просто необходимы. Я очень люблю именно ботфорты. Что я хочу сказать. По цене я брала в районе 1800 рублей. Я взяла в размере 8 по своей ножке. Что могу сказать. Спортивную обувь я всегда заказываю на 25 сантиметров. Обувь на каблуке в плане сапог я беру на 24 с половиной сантиметра. Эти ботфорты я взяла в размере 8. И они мне тютелька в тютельку, то есть еще там пару миллиметров были бы малы. Кстати, у продавца очень много продаж по этим сапожкам. И там очень много отзывов в плане размеров. Так что можете посмотреть. Так, еще одна покупка, которую я хотела вам показать. Это из разряда. Шла случайно, увидела, безумно обрадовалась. Я приобрела себе вот такие вот спортивные леггинсы. Они немножечко укорочены, такие, знаете, до середины голени. И они идут на завышенной талии, да. И благодаря тому, что у них здесь вот такая вот классная резинка, они настолько хорошо формируют мою фигуру. То есть, и они как раз таки, резинка заканчивается в том районе, где, скажем так, нет никаких лишних жирков. Да. Соответственно, мне очень нравится, как смотрится моя появившаяся талия в этих леггинс. Стоили они 799 рублей. Это магазин Катон. Я не помню, показывала ли вам или нет. Я приобрела себе такие зеленые леггинсы от Adidas, которые стоили в несколько раз, сами понимаете, дороже, чем эти. Но эти мне нравятся гораздо больше. Еще я их не пробовала в спортзале. Обязательно попробую. И дай бог я ставлю картиночку именно со спортзалом в них. И к ним в комплекте я еще увидела вот такой вот укороченный топ. Знаете, я давно себе что-то подобное искала. И вот это именно то, что мне оказалось нужно. У меня ярко-оранжевые кроссовки. Вот мне очень понравился при покупке их цвет. Но почему-то они как-то плохо с чем-то сочетались. То есть я хотела приобрести себе, возможно, черные леггинсы, какую-то оранжевую футболку. И тут я иду и вижу вот как раз такие черные с оранжевым, да. То есть идеальное сочетание к моим кроссовкам. Очень понравилось. Девчонки, там, кстати, очень интересная линейка недорогой спортивной одежды. Причем такой достаточно интересный. Там интересные какие-то дизайнерские решения. То есть недорогая интересная спортивная одежда. Спокойно можете зайти посмотреть. Еще хотела вам рассказать о такой одной интересной достаточной распродаже, которая сейчас проводится в магазине Твое. Вот. Я тоже шла случайно и увидела у них вывеска такая. Увидела, у них есть такая вывеска. Все по 99 рублей или вот что-то по 99 рублей. И там прям такие достаточно большие стенды с большим количеством одежды. И я купила себе вот такую вот классную домашнюю пижамку. Очень приятную на ощупь. То есть получается это футболочка и вот такие вот очаровательные шортики. Приятные на ощупь. По ткани, по-моему, все-таки там есть полиэстер в небольшом количестве. По-моему, процентов 15. Все остальное здесь идет хлопок. Так, значит, по составу ткани хлопок 86, полиэстер 14. То есть достаточно хорошая ткань. Классно выглядит. Девчонки, вы не поверите, этот комплект стоил всего лишь навсего 99 рублей. То есть вполне можно достаточно бюджетно обновить свою домашнюю одежду. Может быть в плане футболок. Брюки там, по-моему, сейчас по 100 99 рублей. Домашний, можно что-то интересное себе приобрести. Поэтому, если ее интересует какая-то домашняя одежда бюджетная, спокойно можете зайти в этот магазин. Сейчас там можно найти что-то интересное для себя. Итак, это все мои покупки на данный момент. Сейчас мне еще идет посылка с гипюра. Она вот уже пришла, осталось ее забрать. И с Алиэкспресса у меня идут интересные леггинсы. Замшевые, да? И юбка. Так что скоро будет новое видео о покупках на предстоящий сезон. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Я всех вас целую. Пока-пока.